Всем привет, дорогие друзья! Это канал GameWorld, с вами Артём, и сегодня мы рассмотрим мод из игры Starbound, который называется Endgame Final Tear Armor. Да, данный мод даёт нам вот эту броню. В принципе, это похоже на костюм протектората, то есть, ну, как бы ничем не предназначен, ну, как бы бесполезный с виду. Но, его шлем даёт 288 атаки, 24 защиты, 120 здоровья и 150 энергий, и стоит один только шлем 10 тысяч. Это обычный светильник, то есть, он как бы роли не играет в этом моде. Дальше, 288 атаки, 24 брони, 150 энергии, 120 здоровья даёт и стоит 10 тысяч. Это нагрудник, и всё то же самое даёт, даёт ботинки. Стоят они, естественно, 10 тысяч. Итого у вас будет 460 здоровья, 550 энергии, 72 брони и 194, ой, 900, точнее, 64 атаки. 964 атаки, то есть, вот мой меч, который вышибает сотку. При другой броне, при обычной, он, при последней, которая здесь есть, да, это вот, сейчас я скажу, да, вот при любой, да, вот, например, вот этой, которая на атаку. Точнее, нет, у нас не на атаку, у нас стоит вот эта вот, на энергию. Да, то есть, даже если вот, стоит на атаку, давайте сейчас я посмотрим, сколько тут. 108, 180 и 72. Всего лишь, да, то есть, вы понимаете, какая эта броня крутая. И с той бронёй, которая у меня была на энергию, у меня меч вышибал под 400. Давайте я сейчас покажу с этой бронёй, насколько меч мой крут. Я решил показать, насколько этот меч стал крутым на пингвине, но не на ужасно крыле, а на его собрате, который ездит в вот этой маленькой тележечке. 482 урона. Всё, пингвин готов, да. То есть, этот доспех очень крут. Так, а сейчас я покажу вам, как он крафтится. А вот с крафтом этой брони возникнут маленькие проблемки. Не каждый сможет её себе скрафтить. Так, вот эта броня. Она очень дорогая, то есть, один только шлем стоит 100 соляриевых звёзд, 25 алмазов, 200 очищенного ферозия, 200 очищенного виолия и 200 очищенного эгизальта. То есть, вы понимаете, да, что это... И вот каждый здесь из комплектов, то есть, штаны, нагрудник, всё это стоит одинаковое количество. То есть, вам понадобится 600 очищенного эгизальта, 600 очищенного виолия и 600 очищенного ферозия, 75 алмазов и 300 соляриевых звёзд, чтобы скрафтить полный сет. То есть, это прям вот удовольствие не из дешёвых. Я себе специально для этого побегал, пособирал много руды. Но, естественно, это, конечно, бесполезно. Я показывал мод на ферму, которая даёт ресурсы. И скоро я буду снимать, как я буду строить данную ферму. Вот с помощью этой фермы, да, вы сможете спокойно скрафтить себе данный костюм. Потому что найти себе 600 очищенного эгизальта будет не очень-то и легко. Да, конечно, вы можете прошерстить одну планету, полностью набрать там 1200 руды и всё. Но! Вы... Вот набрать 75 алмазов. Тут как бы вот вся загвоздка в алмазах. 75 штук найти, это будет очень нереально. Это надо будет прошерстить весь нижний уровень с прибором, который показывает, где находится какая руда. Сейчас я покажу вам, где этот прибор. Так, если я ещё и вспомню. А, вот он, он вот здесь у нас. Вот, стоп, нет. Вот с этим вот прибором. Вот, детектор руд. Вот, если вы его себе скрафтите, да, вам будет легче искать очищенную вот это вот, всякие руды. Ну да, этот прибор не из мода. Он идёт после того, как вы апните свою агрокультурную станцию до второго или вроде до третьего уровня. Я точно не помню, какой это уровень. И тогда, да, вам вот откроется этот прибор и вы сможете себе набрать на него немножко руды. Тут вот совсем мало. И уже его построите, тогда, да, шансов вам найти руду будет намного больше. А на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.